Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этой студии с вами я, Игорь Яковлев, а в гостях у меня мои замечательные собеседники. Друзья, добрый день! И у нас сегодня будет обсуждение новых томов серии «Основное в ленинизме». Мы уже обсуждали несколько месяцев назад первый том, а вот сейчас вышли еще два. Ну, друзья мои, Михаил Васильевич Попов, Марат Сергеевич Чудовиченко, расскажите, пожалуйста, что вошло в эти новые два тома? Вошло, как всегда, основное. То есть, то, что относится к фундаменту, не поняв, не разобравшись в котором, нельзя дальше быстрое здание, то есть, дальше развивать коммунистическое общество, коммунистическое начало. И можно? Конечно. Второй том получился намного тоньше. И в него, ну, во-первых, видно, в чем Ленин был специалист и в чем он в первую очередь начал помогать рабочим. Он был юрист по образованию и, собственно говоря, объясняет закон о штрафах, о том, как бороться на этом фронте, как профсоюзам организовывать свою борьбу для того, чтобы более эффективно бороться за свои права рабочему классу. И вот этот том мы поэтому и назвали становление рабочего движения, потому что оно становится именно с профсоюзной борьбой, с экономической, потому что это наиболее понятно всем людям и наиболее понятно, когда изучишь хоть немножко теорию. И этот том, он показывает, как это делалось в то время. Года 95-97. И помимо вот этой работы здесь похожие работы. Гимназические хозяйства, проект объяснения и объяснение программы социал-демократической партии. То есть, здесь уже Ленин начал постепенно выстраивать партию. То есть, для меня как-то было не совсем очевидно, когда я начинал все это читать. Я думал, что вот партия существовала всегда, потом благодаря партии появились профсоюзы и прочее. Нет. Сначала, в общем-то, профсоюзы, а потом уже как потребность у профсоюзов для координации, для того, чтобы было единое движение, и возникает партия. Если ее начинаешь строить раньше, то получается слишком оторванным от общей массы, и партия как бы не образуется. Пока еще не готова ситуация, не готовы люди к такой более серьезной борьбе, чем экономическая. И поэтому видно, что вот уже профсоюзная борьба началась, началось становление, поэтому так и назвали диалектически этот том. Но вот Ленин уже думает дальше. И первый проект пишет. Ну, опять же, потом, как пример, новый фабричный закон, и как с ним бороться. И от чего отказываются большевики, собственно говоря. Что они берут с собой, и от чего они отказываются, какое наследие им не нужно. По сути дела, все, что связано с народничеством, меньшевизмом и так далее. Вот об этом этот том. Мы много идейно раскроем. Ну, понятно, что Ленин оказывает юридическую помощь рабочим, которые испытывают гнет заводчиков-фабрикантов. Но давайте немножечко просто раскроем о том, немножечко раскроем то, какое идейное направление он задает партии при ее создании. Ну, вот мы говорим, да, вы говорите о том, что от какого наследства он отказывается. Да, потому что это было же серьезное наследие народников. Да. Социал-демократия, она отмежевывается, отпочковывается от народничества. Да. Вот как Ленин объясняет необходимость этого в данный период? Поскольку у меня взгляд из другой эпохи, у меня как бы объяснение своеобразное достаточно. То есть, благодаря той истории, что мы прожили потом, вот и после 1953 года, и по нынешний день, мы видим, как неполное владение и знание теории приводит людей к таким ошибкам, что может целая страна исчезнуть. И Ленин эти ошибки уже обнаружил тогда для себя, выявил, разобрался в них и понял, что от них надо отказываться. Если дальше следовать в этом русле, то будет, говоря, диалектически дурная бесконечность, то есть, будет бурление, будет кипение, но не будет результата. И, собственно говоря, единственная теория, на которую можно опереться, это марксизм. И поэтому он об этом и заявляет, что вот марксизм – это основа той будущей партии, которая будет строиться. Все, что с ним не согласуется, от этого надо отказываться. Я хочу сказать несколько слов по этому поводу. Как известно, первое съезд Сверсдорфе состоялся в Минске в 1898 году. Их было 11 человек, их арестовали на этом, пока вся деятельность партии завершилась. А Ленин, он с самого начала подходил к вопросу создания партии с глубоко выверенных и научных позиций. С позицией того марксизма, который к тому времени существовал. То есть, диалектический и исторический материализм. Диалектический – это взгляд на всё, так сказать, развитие как на движение материи, взгляд на общественное развитие как особый. И здесь главным является не просто материя, а именно материальное производство. А в материальном производстве главной силой его является рабочий класс к этому времени. И к этому времени, значит, сложилась теория с одной стороны, а с другой стороны сложилась соответствующая экономика. И сама капиталистическая экономика подготовила тот класс, который может эту самую бурразию свергнуть. А Ленин, как человек, который воплощает в себе единство теории и практики, поставил задачу такую, чтобы не было слепой практики и пустой теории, которая не связана с рабочим движением. Соединить научный социализм с рабочим движением. Соединение научного социализма с рабочим движением – вот, собственно, и началось. Вот книга вторая, она в этом смысле очень характерна. Здесь говорится и об экономических вопросах, и о политических, и, так сказать, заготовки уже имеются для партийных документов будущих. И вот, по существу, именно в это время, вот Ленин вступил на ту дорогу, по которой шел всю жизнь и постепенно собирал те силы, которые группировались вокруг носителей марксизма-леденизма. Ну, и надо сказать, я вот, идя на вот эту нашу встречу, обдумывал, а вот в чем, так сказать, сила ленинизма? В чем, так сказать, особенность его? А дело в том, что до этого были как бы отдельные такие науки. Есть марксистская политэкономия, капитал. И до сих пор масс-мало людей, которые долетели до третьего тома капитала, до середины Днепра. Это раз. Во-вторых, это блестящие работы и самого Маркса, и Энгельса, сказать, о марксизме, которые весь круг рассматривают всех социальных вопросов именно с позиции опоры на первичность материального производства. Это и происхождение семьи и частной собственности государства, и диалектика природы, антидюринг. Блестящие, так сказать, кратко, ясно и прозрачно, очень легко по ним заниматься. Но кто воплотил в себе единство вот трех основных частей и трех моментов марксизма? То есть, это политэкономия марксистская, это, соответственно, диалектическая философия, диамат, диалектический материализм и исторический материализм. И, наконец, это политическая теория, то есть, научный социализм. Вот таким человеком, который является буквальным представителем единства этих трех составных частей и моментов марксизма, является Ленин. Поэтому вот эта дорога, которую проложил Ленин, и по которой он ввел всех тех, кто являлись его союзниками, его помощниками, а на самом деле союзниками и помощниками рабочего класса, эта дорога, ну вот она вела к победе. И она привела очень быстро к победе. Потому что если 1903 год, это был год создания большевистской партии, а уже в 1917 году, уже победила революция. А мы тут десятилетиями или десятками десятилетий тут сейчас меряем, и в некоторых странах ничего не меняется. Вот поэтому, надо сказать, меня часто спрашивают, а вот как вот изучать марксизм? Я бы сказал так, короче пути, чем изучать Ленина, просто нет. И ярко, и понятно, и действительно он есть. А от него уже вы можете идти к другим основам, и к Марксу, и к Гегелю, и к Энгельсу. А у Ленина для начала надо взять, по крайней мере, основное. Если вы не имеете времени прочитать, так сказать, все работы, ну это отложите, будете читать их по мере, так сказать, движения вперед. Но надо взять основное, то есть его все основные работы, которые являются научными, а не просто высказываниями, растолкованиями. И вот эти вот научные работы представлены в этой вот публикации, или в этих публикациях, которые ставят задачу как бы сократить изучение ленинизма, с одной стороны, а с другой стороны не потерять основного. Вот сохранить основное, потому что люди толковые и умные, если они основное знают, они сами дойдут до основного. Вот здесь включен во второй том текст под названием «О чем думают наши министры». Он небольшой, я хотел бы его прочитать, потому что, на мой взгляд, он достаточно ярко показывает атмосферу конца 90-х годов, существовавшего в российской империи. Итак, министр внутренних дел Дурнаво написал письмо оберпрокурору Синода Победоносцеву. Письмо написано было 18 марта 1895 года за номером 2603, и на нем стоит надпись «Совершенно доверительно». Значит, министр хотел, чтобы письмо осталось в строжайшей тайне. Но нашлись люди, которые не разделяют взгляды господина министра, что русским гражданам не следует знать намерений правительства, и вот теперь письмо это гуляет всюду в рукописной копии. О чем же писал господин Дурнаво господину Победоносцеву? Он писал ему о воскресных школах. В письме говорится, «Сведения, получаемые в течение последних лет, свидетельствуют, что лица, неблагонадежные в политическом отношении, а также часть учащейся молодежи известного направления, по примеру 60-х годов, стремятся к поступлению в воскресные школы в качестве преподавателей, лекторов, библиотекарей и т.д. Такое систематическое стремление, неоправдываемое даже изысканием средств для существования, так как обязанности в подобных школах исполняются безвозмездно, доказывает, что вышеозначенное явление представляет собой одно из средств борьбы на легальной законной почве с существующим в России государственным порядком и общественным строем противоправительственных элементов». Вот как судит господин министр. Из образованных людей находятся такие, которые хотят поделиться своими знаниями с рабочими, хотят, чтобы учение приносило пользу не одним им, а и народу. И министр сейчас же решает, что тут есть противоправительственные элементы, то есть, что это какие-нибудь заговорщики подстригают людей идти в воскресные школы. Неужели без подстригательства не могло возникнуть у некоторых образованных людей желание учить других? Но министра смущает то, что учителя воскресных школ не получают жалования. Он привык видеть, что служащие ему шпионы и чиновники служат только из-за жалования, служат тому, кто даёт больше денег, а тут вдруг люди работают, слушают, занимаются, и всё это даром. Подозрительно, думает министр, и подсылает шпионов разведать дело. В письме дальше говорится. Из следующих сведений, полученных от шпионов, существование которых оправдывается получением жалования, устанавливается, что не только в составе преподавателей попадаются лица вредного направления, но что нередко самые школы находятся под негласным руководством целого кружка неблагонадёжных лиц, члены которого, совершенно не принадлежащие к официальному персоналу служащих, по приглашению ими же поставленных учителей и учительниц, читают по вечерам лекции и занимаются с учащимися. Порядок, допускающий возможность чтения лекций людьми посторонними, даёт полный простор для проникновения в число лекторов лиц прямо революционной среды. Итак, если посторонние люди, не одобренные и не осмотренные попами и шпионами, хотят заниматься с рабочими, это значит прямая революция. Министр смотрит на рабочих как на порох, а на знания и образование как на искру. Министр уверен, что если искра попадёт в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство. Мы не можем отказать себе в удовольствии заметить, что в этом редком случае мы вполне и безусловно согласны со взглядами его высокопревосходительства. Министр приводит дальше в письме «доказательства» в кавычках правильности своих сведений. Хороши же эти доказательства. Во-первых, письмо преподавателя одной из воскресных школ, фамилия которого до сих пор остаётся невыясненной. Письмо это отобрано при обыске. В письме говорится о программе исторических чтений, об идее закрепощения и раскрепощения сословий упоминается о бунте Разина и Пугачёва. Должно быть, эти последние имена и напугали так доброго министра. Ему сейчас же помилищились, вероятно, виллы. Второе доказательство. В Министерстве внутренних дел имеется полученная негласным путём программа для публичного чтения в одной из московских воскресных школ следующего содержания. Происхождение общества, Первобытное общество Развитие общественной организации Государство и для чего оно нужно Порядок, свобода, справедливость Форма государственного устройства Монархия абсолютная и конституционная Труд, основа общего благосостояния Полезности богатства Производство, обмен и капитал Как распределяется богатство Преследование собственного интереса Собственность и её необходимость Освобождение крестьян с землёй Рента, прибыль, заработная плата От чего зависит плата и её виды Бережливость Чтение по этой программе безусловно негодной для народной школы даёт полную возможность лектору ознакомить постепенно слушателей и с теориями Карла Маркса Энгельса и так далее А присутствующее по назначению епархиального начальства лицо едва ли будет в состоянии уловить в чтении начатки социал-демократической пропаганды Должно быть, господин министр сильно боится теории Маркса и Энгельса если замечает начатки их даже в такой программе в которой незаметны и следа их Что нашёл в ней министр негодного? Вероятно, вопрос о формах государственного устройства и конституции Да возьмите, господин министр любой учебник географии и вы найдёте там эти вопросы Неужели взрослым рабочим нельзя знать того, чему учат ребят? Но господин министр не надеется на лиц епархиального ведомства Пожалуй, не поймут, о чём говорят Кончается письмо перечислением неблагонадёжных учителей в церковно-приходской воскресной школе при московской фабрике товарищества Прохоровской мануфактуры воскресной школы в городе Ельце и предполагаемой школы в городе Тифлиси Господин Дурнаво советует господину Победоносцеву заняться тщательной проверкой лиц, допускаемых к занятиям в школах Теперь, когда читаешь список учителей волосы дыбом встают всё бывший студент, да бывший студент, да ещё бывшая курсистка Господин министр желал бы, чтобы преподавателями были бывшие унтеры С особым ужасом говорит господин министр что школа в городе Ельце помещается за рекой Сосной где живёт преимущественно простой о ужас и мастеровой народ и где находится железнодорожная мастерская подальше, подальше надо держать школы от простого и мастерового люда Рабочие Вы видите, как смертельно боятся наши министры соединения знания с рабочим людом Покажите же всем, что никакая сила не сможет отнять у рабочих сознание Без знания рабочие беззащитны Сознанием они сила Ну вот я попрошу вас прокомментировать этот текст Ну я думаю, это актуально сегодня И это актуально было всегда И более того, это потом получило закрепление в той формуле которую отчеканил Ленин Штос Партия это соединение научного социализма с рабочим движением Ну вот если, так сказать, гражданин из правительства пытается куда-то это их раздвинуть, отодвинуть, разделить То по существу отделить нельзя эти два полиса Потому что, скажем, как северный и южный Есть в одном магните в обществе Конечно, настоящие ученые Настоящие представители науки Настоящие носители идей А не какой-нибудь ерунды Которую они излагают для того, чтобы оглупить кого-то Они будут стремиться к тому, чтобы эти идеи передать тем Кто лишен этой возможности получить И наоборот, наиболее сознательные представители рабочих Будут стремиться к тому, чтобы получить эти идеи Поэтому, я думаю, что мы сейчас говорим о том, что является непременным В современном обществе И если и раньше была в этом нужда Она и сейчас остается И это никакой контрреволюции уничтожить невозможно Поэтому вот у нас и столько лет прошло После того, как у нас уже нет Советского Союза У нас сейчас не социализм Но очень многое из того, что завоевано, уничтожить нельзя В России, хоть она и буржуазная Нет никакой господствующей идеологии А почему? Ну, потому что написать коммунистическую идеологию вроде как Несподручно для буржуазии А у нее никакой идеологии Кроме соложеничинских чтений И где написаны всякие глупости И всякий обман Вот, ничего нет Поэтому, скажем, никакого не может быть запрета идеологического И вы и нет Пожалуйста, пропагандируйте, издавайте, печатайте Учитесь и так далее У нас не так, как было в царской России А гораздо лучше У нас демократия Поэтому вот я предлагаю пользоваться демократией Для того, чтобы решать свои задачи А какие у нас задачи? Задачи очень простые Надо соединить научный социализм с рабочим движением Это приведет к созданию серьезной большой партии Эта партия поможет рабочему движению Которое без партии, так сказать, является слепым Или может попасть в такой же капкан Как попало рабочее движение в Великобритании Ну, что такое либористская партия? Это вот те самые профсоюзы, которые, так сказать, соединяются под буржуазным знаменем Вот если они под буржуазным знанием, так все и останется А здесь, значит, речь идет о таком издании, которое, с одной стороны, облегчает движение к этому А с другой стороны, оно является и упрощает это движение без потери основного Поэтому это очень актуально, нужно, современно И я думаю, что это будет продвигаться и продвигается вперед Ну, при той поддержке, которую современные историки Которые служат не какому-то там, значит, денежному мешку Служат истине, как вот наш товарищ Который ведет нашу беседу Вот такие историки у нас есть, были, будут И я могу только поблагодарить Спасибо, Михаил Иванович Я думаю, если бы сегодня какой-то министр переписывался с каким-то, не знаю, кто может быть аналогом Победоносцева сегодня Как он представитель Министерства культуры или Министерства народного просвещения То министр же внутренних дел, наверное, бы ему указывал на то, что, возможно, вот эти преподаватели условных воскресных школ Могут получать финансирование из фонда Сороса или откуда-то еще вот оттуда, из-за рубежа И нужно немедленно признать их иноагентами У них финансирования нет у вас из-за рубежа? У нас только от товарищей Только от товарищей Я хочу сказать спасибо просто то, что вы прочли вот эту короткую работу Она показывает, что мы собираем не только научные труды Не только то, что позволяет понять вывод их Но и очень интересный материал, который отражает ту эпоху И в историческом плане, и просто в эмоциональном И увидеть, насколько это все актуально Просто мы не могли не поставить туда этот материал Я бы еще отметил литературные дарования Владимира Чаления Потому что текст-то написан очень хорошо со стилистической точки зрения Остроумно он применяет здесь литерические вопросы Восклицания Здорово Ленин, конечно, обнаруживает в себе большой публицистический талант И это свидетельствует о том, что он был очень начитанным человеком Стремился к выработке Анкету как-то он составлял Ему предлагают занятия Он говорит, что публицист Очень просто В некоторой степени, конечно, Ольдин Мальевичем и был Хорошо, друзья мои Ну а вот у нас третий том Здесь работа 1996-1999 годов Что вошло сюда? Одна работа Из третьего тома ПСС Становление капитализма в России И ее не сокращать, не убирать нельзя Это фундаментальная работа И по этой причине этот томик самый толстенький У нас получился Другие будут хуже Намного И главное, как я понимаю Ленину нужно было понять А есть ли капитализм в России Есть ли, соответственно, пролетариат в России К чему движется дело Потому что, конечно, можно говорить о революции Но как бы без пролетариата Не туда и не сюда Это вообще работа уровня докторской диссертации Однозначно И, как я понимаю После того, как их тогда отправили На отпуск в три года За государственный счет Вот Можно сказать, что царь-батюшка профинансировал Научную работу Ленина Ленин же все-таки был дворянином С 16 лет Ему полагалось, что чуть больше, чем другим И в отличие от других ссыльных Которые там гуляли, рыбу ловили Он писал вот эту книгу И за три года написал Но я бы об этой книге сказал особо Потому что Вот Маркс написал «Капитал» Его люди сейчас Все знают Не нуждаются в пропаганде То, что капитал Это фундаментальная работа В области политэкономии Но Есть один недостаток У этой работы А недостаток связан с ее преимуществами То есть она взяла В качестве основы Эта работа Капитал Маркса Взяла самую развитую страну Капитализма Настолько развитую, что они своих крестьян выселили Заменили овцами И стали производить шерсть И, так сказать, развивать промышленность А сельскохозяйственные продукты получали уже в обмен от Европы А развитие капитализма в Европе В капитале не исследовано Не исследовано То есть можно сказать, что это вот Некая, так сказать, вещь Которую Маркс не успел доделать Вот Ленин взял и Рассмотрел всеобщий случай А всеобщий случай состоит в том Что нет таких стран чистого капитализма Которые вот Только промышленность там Больше ничего нет Это очень хорошо для написания капитала Но и такого не бывает в жизни А в жизни, так сказать, самые разные Отрасли и предприятия и так далее И прежде всего сельское хозяйство И прежде всего производство продовольствия Ну и других, так сказать, необходимых вещей Так вот это, можно сказать, капитал Но применительно Написанный Лениным капитал Но применительно к европейским и азиатским странам Которые показывают, как становится капитализм Не в особых условиях, как в Англии А в обычных условиях обычной страны То есть это вот всеобщее Поэтому вот оно целиком может войти в основное Потому что оно относится к чему? Ко всему Все проходили этим путем Ну, кроме Англии Англия только Единственная была от этого избавлена И следовательно, после этого Тогда этот марксизм Который был приспособлен к обычной стране А не к чрезвычайной По своему положению И по своей истории Потому что английский капитализм Как мы знаем Занялся уже созданием рабовладения В Соединенных Штатах Америки Они закупали безделульки Возили в Африку Вождям племен Те отдавали им будущих рабов Рабов они отвозили под ружьем на берег Переправляли в Америку В Южные Штаты И, так сказать, тем самым Вот по кругу оттуда Соответственно, шла уже продукция В Англию И вот Англия такую задачу По подъему рабовладения Осуществляла Хотя бы это первая Вообще такая богатая страна Поэтому вот Как Южные Штаты Так и Англия До сих пор В ней очень много Таких реакционных вещей Которые связаны с ее Так сказать Функциями С тем, что она делала А уж то, что Энгельс написал Про положение рабочего класса в Англии Я вот советую Кто хочет почитать и ужаснуться Может почитать и ужаснуться Такого страшного положения Какое было у английских рабочих Ну, нигде в этого Нигде такого нет, я думаю Я всем задаю контрольный вопрос Страшная просто книга Я ее недавно прочитал И то с Соберганем Просто кошмар Вот, поэтому Третий том Здесь В основном эллинизме Он на месте В том смысле Что он дает Тот экономический фундамент Который будет дальше Использоваться Плюс Вторая часть этого фундамента Это Империализм Как высшая стадия капитализма Как известно Маркс и Энгельс Они про империализм Не писали Про монополитический капитализм Работы не сделали Поэтому можно сказать Что Ленин взял на себя И вот первую часть Которая в третьем томе Представлена И вот ту часть Которая еще появится Очень тонкая Он ее назвал Популярным очерком Но на самом деле Это дальнейшее развитие Капитализма И превращение Его империализма А дальше от него Как говорится Рукой подать К социализму Потому что Социализм Это единая Капиталистическая монополия Но обращенная На пользу всего народа И потому Переставшая быть Капиталистической монополией Я задаю контрольный вопрос Многим Насколько люди Вообще у них в головах умещается Со скольки лет В Англии работали дети Никто пока не угадал То есть называют Сначала 10 лет Потом продвинутые 7 лет Кто-то даже 5 лет назвал Но 2 года Никому не приходит в голову А это задокументированные факты Ребенок двухлетний Работал 14 лет 14 часов в день 6 дней в неделю И вытаскивал Из кружев Которые для богатых делались Там часто рвались нити И вот он иголкой Вытаскивал оттуда Порванные нити Такая у него была Положение рабочих В Англии Очень хорошо показал Чарльз Диккенс Обо многому Можем судить По художественной литературе Эти яркие образы У Чарльза Диккенса Это получилось Очень хорошо Он как раз Самый дикий капитализм Ярко нарисовал В своих произведениях А янгельс писал так В предисловии Что я Оставил салонные разговоры Красное вино И на 2 года Отправился В страну Передового капитализма И вот он это все Расписал там 21 месяц Да Чудовищно Но Развитие капитализма В России Оно же заостряло В некотором смысле Против народничества Потому что оно Похранное Показывает Разложение Крестьянской общины Политической И появление Сельского капитализма Зато он показывает Как у нас Развивался капитализм После перестройки Вот она вот Совсем актуальная книга Считайте Эта книга О нашей Послеперестроечной Действительности Для меня Было открыто Я почему-то Всегда думал Что кулаками Называли Советское время Пережитки И прочее Оказывается Нет Этот термин Еще с 19 века Поэтому Это было Одно из первых Открытий Для меня Когда я читал Этот том И вообще Очень многое Становится на свои места Становится понятным Почему с ним бороться Почему он Главный На селе И почему Потом так долго Все это изживалось Певцам Мелкого бизнеса Очень советую Почитать Они увидят Что будет С мелким бизнесом Правда Все они понимают Что все его клюют Рабочие снизу Капиталисты Сверху А этот Мелкий бизнес Все время плодится Размножается Его также Уничтожает Потом снова Появляется Его снова уничтожает И вот они Все время плачут И думают Что они так спасутся Никак не спасутся Потому что Спастись от капитализма При капитализме Мелкому бизнесу Нельзя Ну и сейчас Просто тоже Есть иллюзии Которые и тогда Люди еще Держали в голове А сейчас они Уж совсем устарели Ну например Вот вспоминают Про общинность Про крестьянскую общину А Ленин показывает Что вот Ее экономический Фундамент размыт Ей не на чем Основываться Ее дальше уже Не будет Последняя Неплюевская В советское время Еще существовала По-моему До 1938 Или какого-то года И потом Естественным образом Когда умер Там дочка По-моему Основателя Или внучка Его Она и прекратила Своё существование То есть Ее даже не трогали Советское время Но Вот когда Сейчас пытаются Возродить Вот эту общинность Опять же При вроде бы Капитализме Это показывает Глупость Таких попыток Как можно общинность Сегодня Вот люди есть Мечтают об этом Мечтать Никто не может Запретить Ну Есть Например Попытка Сделать Собственников И на базе Частных Собственников Сделать Союзную Солидарную Экономику Вот Например Ну и будет Более крупная Частная Собственность Вот такие Вот мне Попадают Такие Прямо Обращения Что вот Михаил Васильевич Не получится У нас Артельный Какой-нибудь Коммунизм Или социализм Не получится У вас был Из одного Человека Частный Собственник А будет Коллективный Частный Собственник А в Югославии Например И планировали Так чтобы Были Коллективы Предприятий Как бы Они Якобы Давали Общественную Собственность На самом деле Это отдельные Производители Которые Между собой Торговали Это капитализм Я на своей Шкуре Пробовал Объединить Частных Собственников В рамках Своего Подъезда За то Чтобы Принести Пошли В порядок Консьержку Организовать Я все Проклял Просто все Проклял Пытался Пять или Шесть лет Потом Уехал Продал Квартиру В другое Место На новом месте Все то же Самое Всегда Процентов Десять Хотят Выехать На Общем Деле То что За них На халяву Все сделают Других Все время Обегаешь Чтобы узнать Какое-то Решение Сделать Нельзя Из 64 Квартир 17-этажного Дома Собрать Там Хотя бы 20 В любое Время Люди Никогда Не собираются Просто Время Не совпадает То есть Вся Экономика Жизни Частных Собственников Она Поскольку У них У всех У каждого Свои Какие-то Работы Бизнесы Нет Ничего Объединяющего Это как Коты Разбегающиеся То есть Вы согласны С Ленин Что надо Опираться На городской С ними Не сделаешь Органи Вот ТСЖ Поэтому Их очень редко Они образуются Только Там Где Появился Такой Фрукт У которого Есть Такое Желание Но Не более Того То есть На самом Деле Книга Очень Актуальна Посмотрите Что Сейчас Происходит Вам Объясняться Что Из Этого Выйдет Вот Из Этого Это И Выходит Можно Пару Слов Сказать Про Резонанс Отклик На Работу Ленина Развитие Капитализма В России Потому что Она же Такой Фурор Произвела Да Она Произвела Фурор Потому что Вот Я Брал По содержанию С точки Зрения Развития Науки А если Вы Так Поставить Вопрос Какое Значение Имело Дело В том Что Господствовало Представление В образованных Кругах Близких К трудящимся Которые Заботились О трудящемся Что У нас Мы Другим Путем Пойдем Вот Мы Уже Насмотрелись На ту же Самую Англию На другие Страны Россия Она Богоугодная Страна Мы Такого Не допустим И Вот Это Самое Народничество Получило Колоссальное Распространение И Можно Сказать Что Основная Масса Образованных Людей Положительно Относящихся К трудящимся К крестьянам Они Пропагандировали Это Самое Народничество Этот Особый Путь Ленин Идея Да Что Россия Может Миновать Капитализм И Перепрыгнуть Из Феодализма Сразу В Социализм Благодаря Тому Что Здесь Сохранится Община Вера Засулич Мучила Карла Маркса Вопросом А может Ли Такое Быть С точки Зрения Марксизма Я помню Маркс Несколько Раз Начинал Писать Письмо Мягко Отодвигал Но На самом Деле К этому Времени Что Происходило С Общины Значит После Как Отменили Крепостное Право Так Что Получилось С бывшими Хозяевами То есть С феодалами Они стали Собственниками Земли Землевладельцами И они Очень просто Сделали Теперь Вы Крестьяне Пользовались Землей Как бы На взаимных Началах Вы Землей Пользовались Но из этого Три или четыре дня На барщине Работаете У нас Такой Была Дружба Теперь Дружба Врусь Значит Все Земля Наша Вот Платите За эту Самую Землю И началось Развитие Капитализма В России Более Бурное И уже Никакая Община Этот вопрос Не решала Потому что Есть частные Собственники Каждый Получал Значит Эту Землю По Какому-то Договору По соглашению На Возмездных Началах У Землевладельца Бывшего Хозяина Барина Вроде Нет уже Помещиков А помещики Как лица Остались Все на местах И продолжали Только более Глубокую Эксплуатацию Крестьян Это так Безусловно Что Планируете В четвертом Томе Издать То что Ленин Писал Сейчас Не могу Вспомнить То что В четвертом ПСС То Из этого Выбрано Основное Сейчас Он В верстке И Зависит От того Быстрота Нашего Издания Как люди Все это Покупают Потому что Мы пытаемся Держать цены Минимальные Там Плюс Какой-то Процент На инфляцию С учетом Чтобы покрывать Издержки И кидать На печать Следующего Тома Но Иногда Вообще Смешное Получается Что доставка Обходится Чуть ли не Дороже Книжки То есть Книжка Там допустим 400 рублей И доставка 350-400 Ленин При капитализме Дорогой А вот До Австралии Там вообще Получается Доставка Только Стоит Несколько Тысяч И Чем быстрее Товарищи Будут Это покупать Чем быстрее У нас Это будет Оборачивать Тем быстрее Мы сможем Это дело Издавать Потому что В электронном виде Мы идем С опережением Небольшим Но Там Например В каждом томе Есть фотографии Если посмотрите Мы их берем Примерно Из тех годов Когда Вот Того периода Когда писались Работы И не только Ленина Но там И известных Меньшевиков И Их Соперников В том числе Чтобы люди Увидели лицо Человека К которому Обращается Материал А вот За них Мы должны платить И получается За 8 страниц Фотографии Там 20 22 23 тысячи Рублей Мы в Реоновости Платим А вот Печать Само собой Тоже И По этой причине Мы не можем Запустить процесс Пока у нас Не соберется Нужная сумма С типографией Есть договоренность Что мы Выплачиваем Одну треть Стоимость Всех материалов И вот так Вот сейчас Вышел Треть том Но нам Еще Две трети Нужно Будет Отдать За третий Том Я бы на тот вопрос Который Поставил Егор Николаевич Мог ответить Исходя из того Чем Ленин Занимался До написания Этой книги Даже он Книгу В ссылке Написал А что он Занимался А вот Он занимался Пойдешь Вдоль Вводного Канала Там Как раз Его встреча Была С рабочими Он уже Организовывал Он организовывал Союз борьбы До освобождения Рабочего класса Поэтому Прямая дорога Была К созданию Партии Уже Не такому Созданию Которое было Путем Созыва Съезда Ну созвали Съезд Но арестовали Их И все А нужно было Сделать так Чтобы это Было неостановимо Вот это Уже связано С чем С Искры С работой По тому Чтобы Искру Печатали Чтобы собирали Соответствующие Здесь Заметки Чтобы туда Писали Те самые Интеллигенты Которые Действительно Могут Людям Разъяснить И те Рабочие Которые Умеют Что сказать О борьбе Чтобы все Что нужно Сделать И как Бороться Было В этой Газете Написано Газета Будет Печататься За границей Доставляться В России Нелегально Распечататься Не только За ближайшие Интересы И там Продолжили Теоретическую Работу Крупская Занималась Письмами Вот он Имел полную Информацию О том Что происходит И был Членом Центрального Комитета Как известно Руководителем ЦО Было как бы Два ЦО и ЦК И вот Эта Вся работа По созданию Партии Кто хочет Создавать Правильно Партию Рабочего Класса Пожалуйста Читайте Следующие Выпуски Отлично Мы как только Его подготовим И будет уже Контрольный Экземпляр Сразу За вас Задерживается Создание Рабочего Класса И социализма В России И за нас Конкретно Я пока Не могу Проплатить В Рео Новости А вот Всегда Когда человек Начинает Что делать Его сразу Делают Виноватым А другой Кто этим Не занимается Он молодец Только если К нему Никаких претензий Нет Ну что же Очень интересно Друзья Так А вот еще Помимо Основного В ленинизме У нас есть Научная Монография Время для Развития Написанная Удовиченко Алексеем Сергеевичем Кандидатом Экономических Наук Это я так понимаю Ваш брат Что можно Сказать Про эту книгу Сказать На мой взгляд Нужно следующее Во-первых Очень многие Люди Часто Не разобравшись В теме Марксизма Ленинизма Говорят Ну а вот Где современная Теория Как она Развивается И прочее Да И во-первых Можно сказать Про работы Долгова Ельмеева Попова Моисеенко И дальше Казенного И прочее И мы будем Издавать целую Серию На эту тему То есть У нас запланировано Не только основной В ленинизме Но еще и Сталин И продолжение Маркс Энгельсом И продолжение Мы даже уже Название согласовали Марксизм Там будет порядка Восьми или девяти книжек И вот эта книжка Там тоже будет издана Как девятая Она написана Совсем недавно Вот вышла В этом году В чем ее суть Простыми словами Если предприниматель При капитализме Что-то хочет выпустить Он анализирует Йомгст рынка И соотносится Со своими издержками Себестоимостью И поскольку У него Как правило Ограниченные ресурсы То получается Издержки достаточно большие И нужен Очень большой рынок Для того Чтобы все это реализовать И поэтому В первую очередь Крупные А это именно Имеет отношение К социальным проектам Которые Работают на общее благо Ну там Начинают с космоса И дальше Они как правило При капитализме Тормозятся Пока не вложатся В это государство Или война не заставит Или еще что-то такое А если использовать Метрикой Свободное время Как это понимали Можно корешки Этой идеи Найти у Маркса С Энгельсом Потом уже В более развернутом виде У Ленина И немножко У Сталина И дальше В теорию Превратили Долгов с Ельмеевым И благодаря Михаилу Васильевичу Эта теория Была популяризирована Распространена Вот Вон там В качестве метрики Предлагается Свободное время Как экономия У конечного потребителя Не как экономия И прибыль У производителя А как экономия У потребителя Потому что Проводится идея Что на самом деле Основное Чем каждый из нас Живой человек На земле Располагает Это его время То, которое У него Не рабочее Где он работает Не там, где он спит А вот Которое получается Свободным Которое может потратить На свое развитие Вот это самое главное И человеческое В нем есть И то, что работает На увеличение Этого времени То человеческое Имеет отношение К коммунизму Вот И благодаря Этой метрике Получается Что если перевести На экономический язык То Алексей Собственно Говорит О том Что нужно В качестве Условного Такого рынка Ну если говорить Капиталистическим языком Смотреть на все Человечество И тогда Куча проектов Которым капитализм Не дает Развиваться В силу Вот своего Такого образа Мышления Они сразу Становятся Экономически обоснованными Это еще не социализм Но это подготовка Экономики Под социализм Все равно Без борьбы Социализм Не придет Сам собой Но Вот это Именно При высшей стадии Капитализма При империализме Вот это То, что нужно делать Нынешним монополиям Мало того Даже если они Не захотят Этого делать У них другого выхода нет И единственный выход Дальше Продлить свое Буржуазное существование Это следовать Этой книге Вот об этом И приближать социалистическое будущее Да Экономически Я хочу сказать Что вот эта книга И этот подход Актуален прежде всего Для России Почему? Потому что С одной стороны Вроде как у нас Контрреволюция Реставрация капитализма А с другой стороны Если брать Монополизированность Экономики 70% 70% Собственности Находится В государственных руках Но это означает Пока Только одно Оно номинально находится Так же как при Ленине было Когда еще только Социализм начинали строить Был госкапитализм Это Это национализированные предприятия Которые Действуют Как они раньше действовали Там где покупали Покупают Там кому продавали Тому продают И на прибыль ориентируются Ну вот Если у нас есть госкапитализм А вот Он сейчас себя проявляет Как единое монополие Именно вот Спецоперации Потому что все Военное производство Как вы понимаете Не на прибыль Должно делаться Вот у нас Посмотрите У нас гражданских Два самолета МС-21 Запланировано Было А будет один Выпущен Потому что Там американские двигатели Два Один привезли Второй наверное Не привезут Тогда говорят Ну мы к 24 году Сделаем И свой Один Так сказать Двигатель Для МС-21 То есть Вот картина А в военном Производстве Извините Там картина другая Там смотрят По тому Сколько у вероятного Противника Поэтому у нас Есть все необходимое Достаточно Для того Чтобы в военном отношении Быть крупной И серьезной И уважаемой Державой Для всех И для противников И для сторонников И для нейтральных лиц Так вот Для России Для сегодняшней Другой критерий Должен браться Экономия Не экономия труда У того Кто производит Вот я Произвожу Допустим Комбайны Я капиталист Или скажем Директор завода По производству Комбайнов Я экономлю Плачу меньше Рабочим Беру более дешевые Материалы И так далее И что получаю Получаю прибыль А надо экономить Вот так Как рассказано Вот в этой книге И как было Рассказано И Долговым И Ельмеевым Которые Эту впервые Эту линию Стали проводить Надо взять Экономию Общества Вот вы сделали Машину Вот эта машина Допустим У вас трактор Вот он Привезет И принесет Экономию Тем кто Раньше делал Вручную А теперь с помощью Трактора Ну вот два трактора Вдвое больше Привезут Втри трактора Втрое больше Принесут экономию То если у вас будет Миллион тракторов Ну вы будете Богатейшей страной А если у вас будет Очень мало То есть надо взять Экономию А что касается Затрат на само Производство Это надо взять Минус Потому что вам придется А. Производить Б. Ремонтировать То что вы делаете А вот Разница между Экономией Общества И Затратами На производство И будет Общая экономия Которую при социализме Превратят В свободное время Общество И Все будут Развиваться И дальше И больше И дальше И больше По мере развития Экономика А при капитализме Это превратится В могущество Государства Если оно Имеет Государственную Монополию Поэтому эта книга Актуальна И для современной России И она Современная И для будущего Нашей России И для будущего Нашей страны И поэтому И с другой стороны Это то новое Которое по виду Кажется Прямо Предположенным Капиталу Потому что в капитале Все считают Экономию Отдельного Капиталиста А здесь Считают Наоборот Экономию Всего общества За вычетом Тех затрат Которые Несет Производитель Прямо Присположено На самом деле Это прямое Развитие Вот этой теории Рабочего времени И теории Уже не стоимостной Поэтому она Называется Трудовая теория Потребительной стоимости Трудовая теория Потребительной стоимости А есть теоретики Потребительной стоимости Которые знают Что вот сало Оно Такое-то А мыло Носикое-то И так далее То есть Это называется Уже совсем другой Это подход Ну чисто Потребительский А настоящее Потребление Состоит в том Чтобы рассматривать Все предметы Потребления Как условия Для развития Человека Для того Чтобы у него Было свободное время И чтобы он Бесконечно Мог развиваться И для обеспечения Как было написано В программе Партии Ленинской Для обеспечения Полного благосостояния И свободного Всестороннего развития Всех членов общества И всех членов общества Пунктиром Курсивом Выделено Единственное Что хочу Добавить Еще Это то Что книжка Трудная Для чтения То есть На нее уйдет Довольно много времени Не отпуивайте Пожалуйста Прочитать Да Мы же живем В буржуазном обществе Вы рассказываете Те кто освоили Капитал Освоят Такая тонкая По сравнению С капиталом Легко Ее прочитать Там картинки Есть Можно посмотреть А идея Очень ясная И прозрачная Вот я ее Отложил Это вся идея Сразу честно Предупредили Что это научная Монография Научная Но она научная Но для всех А бывает Толстая Но и не для кого Это правда Ну что же Очень интересно Спасибо большое Ждем Будем по мере сил Способствовать Друзья Приобрести эти работы Можно по ссылочке В описании Ну и до новых встреч Спасибо вам большое Потому что Вы представитель Тех историков Который продвигает Не только историю Прошлого Но и историю будущего Спасибо вам большое Спасибо Спасибо На сегодня все Субтитры сделал DimaTorzok